Золотой век русского рока. Он вообще был? И закончился ли он? Вот прям век? То, что мы понимаем под словом век. Сто лет, да? Нет, конечно, не было. И то, что называется русским роком... Мне кажется, если бы он вписывался в международное течение, он бы не назывался русским. Он бы был просто роком. И какие-то его представители бы просто были частью вот этой вот рок-культуры мировой. Но из-за того, что он русский, он как бы имеет локальное значение и был важен в том месте, в то время, когда он был. То есть сейчас есть тот же... Ну кто? Крёхина? Нет. Цоя? Нет. То есть сейчас самое интересное, что происходит в русскоговорящей музыке, оно уже само и вдохновлено, и является результатом мировой культуры. То есть тогда это была изоляционная такая консервная банка, изоляционная. Ну и, наверное, вот то время, которое оно существовало, пока это были такие попытки как-то втихаря на этим, на снимках рентгеновских получить музыку. То есть, наверное, в то время это был русский рок. Сейчас русский рок – это какое-то воспоминание про русский рок. Наверное, в золотое время, если его вообще называть таким, то это то время, когда эта музыка могла на что-то повлиять. Вот в реальном времени сейчас. Мне лично то, что сейчас называется русским роком, неинтересно, неактуально. Как вам видится значение советской рок-музыки в истории музыки? Я думаю, что она сыграла точно свою роль. То есть сейчас, заметно ли она сейчас. Мой опыт, например, с походом на концерты русскоговорящих групп за границей больше связан с такими законсервированными сообществами, где, допустим, я не говорю, что это советская, то есть Ляпис Трубецкой, например, это не советская, но когда ты приходишь на Ляписа в том же Берлине, например, мой выход на концерт Ляписа в Берлине, который изменился, то есть Михалок там эволюционировал в определенные точки и менялся там, сколько, каждые пять лет или даже меньше. Но на него приходят люди, которые ожидают от него, там, Ляпис 98, да? А ты ждешь от него уже каких-то там манифестов, каких-то вот таких вот его, ну, новых воплощений, а оказываешься, то есть люди стоят, они как бы, они даже не очень по ним понятны, интересно ли им то, где человек находится прямо сейчас. Вот, я думаю, что, в принципе, с русским роком, если бы там его, ну, допустим, группа выезжала куда-то за границу, то это точно так же, как «Скорпиот» приезжает в Минск, например, да? То есть это какие-то эхо войны, вот. А в целом именно та музыка, которая стала двигателем и мотиватором на стыке Советского Союза и постсоветской уже эпохи, вот там, вот именно на конец 80-х, середина 80-х, начало 90-х, там действительно происходило что-то, что вызывает вам нечувство до сих пор. То есть, например, посмотреть ту же передачу, мы недавно пересматривали, это музыкальный ринг с аукционом, это же, это невозможно передать словами, то есть это люди уже чувствуют, что так, как раньше, не будет. Я имею в виду музыканты, они же самые, как бы, в общем-то, есть такая латмусовая бумажка. И, конечно, такие группы, они, как бы, даже если их влияние буквально там незаметно, то оно точно оставило свой след. То есть это люди, которым в эфир звонит чиновник и говорит, а вы вот не боитесь поплатиться за то, что вы порочите, значит, прекрасную, там, прекрасную советскую музыку своим вот этим вот поведением. Они говорят, да нет, мы не боимся, мы будем выступать там, где будем отрабатывать. И ты понимаешь, это официально, то есть это разговор там в эфире музыканта с чиновником, и это вообще отражает, как бы, еще немного, ну, большой связи с того, что происходило на тот момент. И то же самое, например, тот же Курехин, который я знаю точно, которого знают в Европе и сейчас знают в Европе, и фестиваль Курехинский, который сейчас происходит, он тоже, как бы, это современная музыка, которая крутится на этом фестивале. Вот. Это, ну, там, что говорить, я, например, не слушая Цоя долгое время, когда приехала в Берлин и попала в гости к художнице, молодой, моего возраста художнице, домой, она слушала Цоя просто так вот дома. То есть в Берлине, как бы, кино это тоже свой какой-то отпечаток оставило для меня, это было сюрпризом, потом уже не было. Вот. И в том числе, наверное, самый яркий пример – это «Звуки мульт» и их клип 95-го года, который «The National» пересняли в 2013 году. То есть когда ты уже видишь реальную отсылку, там не просто какие-то музыкальные... Ну, не просто вдохновения, а реальная цитата. Расскажите о фестивале Rough Trade Day, его значении, как родилась идея, полностью ли её удалось воплотить, и чего ещё хотелось бы сделать в Беларуси? Хороший вопрос. Буду отвечать по частям. Фестиваль начался просто с желанием работать не по ночам, потому что в то время мы работали по ночам каждую неделю, это был бешеный темп, это как еженедельная газета, в которой я тоже бывала работала, это тяжело. И хотелось просто на трезвую голову увидеть людей, которые к нам приходят, познакомиться с ними и поиграть в пластинки, потому что в том формате, в котором мы выступали по ночам, пластинки могли пострадать. То есть это было такое меломанское побуждение, плюс в то время как бы не было культуры блошиных рынков, которые, например, в Берлине меня покорили. Там тоже еженедельно, когда люди у себя во дворе, либо там в Маур-парке большом выносили всё, все свои богатства или там обменивались, вот этого не хватало. То есть как бы рынок ждуновичный, то, что я не посещаю, наверное, в своей жизни, может быть, один раз, то есть я была, в принципе, на этом рынке, но именно той культуры, не барахолки даже, а именно каких-то редких ценных вещей и музыки в том числе, вот этого не было. И нам хотелось просто даже обменяться, то есть мы инициировали какой-то вот такой шаг, и Саша Богданов в то же время в Минске пришёл к тому же, потому что он тоже ездил в Берлин тогда, и он тоже этим всем вдохновлялся. И вот мы как-то, то есть тогда было, наверное, три-четыре мероприятия таких точечных на весь город, когда это всё начиналось. Вот. Со временем, когда рос сам фестиваль, и наши, ну, мотивы, как бы наши идеи менялись, как раз-таки барахолок стало много, и нам это перестало быть интересным очень быстро, но это больше стало про музыку и больше стало про город, в принципе. То есть нам стало интересно взаимодействовать с активными жителями города, с разными инициативами, с разными идейными ребятами, которые там занимаются либо самообороной, либо там скейтеры, ну, то есть, короче, какие-то те живые ребята субкультурные, которые нам хотелось собрать вместе и перезнакомить с одной стороны между собой и людям, которые приходят на фестиваль, которые могли бы, в общем-то, попробовать и то, и другое, и третье, потому что главная задача фестиваля была в том, чтобы человек мог поучаствовать в максимальном количестве активности, которое мы предлагаем. Вот. И всё это делалось в рамках самоорганизации, то есть мы приглашали кого-то, и этот кто-то отвечал конкретно за свою площадку. Вот. И мы наслаждались именно вот этой вот атмосферой взаимодействия, где не мы управляем и говорим людям, что делать, а где мы предоставляем им место и время, и они сами делают то, что они хорошо умеют. Вот. И, собственно, ради этого фестиваль и сохранился, и ради этого развивался, и... то есть часто мы такое делать не можем. Мы делали его в последнее время раз в год, в том числе вместе с Гёдой институтом, то есть привозить кого-то, привозить музыканта, которых мы любим, из Европы, например, для нас тоже важная цель, и она получилась, например, только на шестом фестивале, на шестом выпуске. Вот. Это то, что нам хочется продолжать, в том числе и в других наших проектах. И в целом название Rough Trade Day, оно как раз-таки пошло от лейбла Rough Trade, который выпускает, на мой вкус, интересную музыку, и с которым нам вообще, вот мне лично, интересно было бы повзаимодействовать, чтобы вообще как-то это было связано с Англией вот в контексте именно музыкальном. Это было бы здорово. Это такая ещё пока, скажем так, milestone, к которой мы ещё не добрались и руки не дошли. Но в рамках фестиваля это просто такая вот платформа для взаимодействия. Это то, с чем мы работаем, и для неё, ну, участников, каждый год в Минске появляется какая-то такая интересная организация или объединение, и вот мы стараемся ходить просто ознакомиться с ними. И так. А расскажите про экстремальные ситуации на фестивалях, куда случалось попадать? Все экстремальные ситуации, связанные с фестивалем, были связаны не с участниками, не с программой, а именно с подготовкой. То есть там первую свою в жизни паническую атаку я словила за день до четвёртого, по-моему, фестиваля, который мы готовили. То есть это было связано скорее с тем, что первый фестиваль, то есть это стало фестивалем, то есть мы даже его изначально как бы и не планировали как фестиваль, но оно выросло в фестивале. Когда оно выросло в фестиваль, мы не успели опомниться. То есть оказалось, что я и мой напарник по Кит Минсквирт, собственно, в рамках чего мы делаем этот фестиваль, Скарлетт, он как бы... Вот мы вдвоём обнаружили себя делающими фестиваль на полторы тысячи людей. И когда это произошло, то есть в ночь до того, как начался фестиваль, я словила паническую атаку, просто потому что это работа не посильная. Ну, то есть та, которую мы на себя взяли, но до нас это дошло слишком поздно. То есть как бы... Ну вот мы прожили этот фестиваль и поняли, что дальше так нельзя, иначе можно... Вот это я считаю самое экстремальное, через что мы проходили. Дальше это было связано уже... То есть поскольку фестиваль разрастался, дальше это было связано с... Там... Сутки без сна и потом весь день выступать или модерировать и так далее. Я думаю, что организаторы в целом часто с этим сталкиваются, хотя адекватные организаторы от этого начинают быстро уходить. Вот. Поэтому таких именно экстремальных каких-то случаев... У нас экстремальные виды спорта могут быть на фестивале, но экстремальных случаев, как бы, наверное, тяжеловато было вот граффитистам, которые в минус там 10 или сколько-то весь день проработали с людьми и как бы делали вот это довольно экстремально на мой вкус, потому что это надо быть очень мотивированным человеком, чтобы вписаться в это и не жаловаться, и потом соглашаться работать с этими же людьми дальше. Именно каких белорусских исполнителей вызывают у вас интерес? Есть ли такие имена? Я всегда отмечала для себя ребят, которые делают что-то актуальное в данный момент, и могу назвать таких вот поэтапно. То есть, допустим, когда белорусская музыка перестала концентрироваться вокруг белорусского рока, то, что было белорусским роком, в нём меня интересовал Ольский, наверное, больше всего, но сейчас уже как бы есть более актуальная музыка при всём уважении. Это были... Когда-то это был Гурзов и Кассиопея. Это то, что определён следующий период, после отдельно такого мастодонтов, как мы называем, белорусского рока. Сейчас, мне кажется, самый для меня самый резонирующий такой живой голос, это Илья Черепко-Самохвалов. Это петля пристрастия. Илья... Он... Причём, наверное, более такого... Ну, не знаю. Для меня актуальнее, чем Илья, сейчас мало что есть. Хотя молодые ребята периодически появляются. То есть, допустим, до недавних пор Супербесы были очень интересны. Они более такие... Они более европейские. То есть Илья при всём при этом, он ещё какой-то вот из-за его лирики из-за его вот этого... Из-за него как человека, в принципе, это слишком такая вот очень-очень выразительная выразительная команда. Там, ребята, как Супербес, или ребята, как вот сейчас там у нас Холодная волна, они... Ну, они более в мировом контексте. То есть, они хороши, но они как бы не так интересны вот в данный момент, в данном месте. Для меня. Я бы выделила его. чтобы выделить кого-то ещё, им пришлось посидеть, подумать. И, наверное, я бы отметила ещё Weed and Dolphins просто за их какую-то сумасшедшесть, наверное. Вот. То есть, ребята молодые, и... Я не была на их концерте год где-то, но я помню, что когда я первый раз попала на их концерт, они вызвали у меня чувства. Вот. Я бы отметила для себя вот таких ребят. Ну и больше, на самом деле больше. Если я не могу что-то вспомнить, это ещё не значит, что этого не существует. То есть... ... Продолжение следует...